Мы вновь перемещаемся на нашу летнюю студию, где Анна Троягубова уже готова перенять от нас слово. И вот она. Что? Щит и пита? Он придет, тот на щите и уйдет. Аня, ты решила играть в лапту с щитом? Что происходит? Здравствуйте, люди добрые. Беда на Русь-матушку надвигается, и мы решили ее защитить. Мы, это в лице меня, Федора и Алексея Саенко, руинителя культурно-спортивного клуба «Богатырская застава». Доброе вам утро. Действительно, решили мы побольше узнать о том, каким же образом старину это делали. Ну и, в общем-то, сейчас тоже можно вот таким вот совершенно юным мальчишкам поучиться, развить, наверное, физическую силу свою, да? Расскажите, чему обучаете? Почему вот именно в такой старославянском русском стиле? Ну, с древних времен наша Родина славилась своими богатырями, и в наше время богатыри не перевелись. И благодаря таким вот занятиям, искусству и мастерству владения мечом, в частности, можно обучиться стать богатырем могучим, который Родину защитит. Ну и очень сообразительный человек может свою дорогу в жизни проложить хорошо. Слушайте, ну давайте тогда мы проверим Федора и узнаем, насколько я подхожу в том числе под это все. Наверное, вот такой большой мяч, он, конечно, устрашающий выглядит, но я вижу и чувствую, что он мне не по руке. Я его, значит, тут оставлю пока. Да, это мяч победителя империи. А, ну а что же я его тогда оставила, раз это мяч победителя империи? Так, а какой мне лучше тогда взять? В мячевом бое есть несколько разновидностей. Вот, например, такая сабля. О, сабля мне нравится. Есть также и шашка казачья, поэтому тут можно выбрать. Ну давайте саблей буду. Хорошо. Давайте, расскажите нам, покажите нам пару приемов, которыми мы можем тут овладеть очень быстро. Что? В бою, как в музыке, есть 7 основных ударов, удары, которые идут сверху по диагонали, удары идут снизу по диагонали, удар сверху. Поэтому, комбинируя все эти удары, можно действительно преподнести неплохой урок противнику. Ну давай попробуем. Садов, ты готов? Не бойся меня бить, я готова к избиению младенца. У вас состязание? На счет 3, да? Раз, два, в бой! О, Господи, подожди! Это было слишком резко. О, почему тут упадает? Ладно, подожди, я буду попытаться обороняться. Сейчас вы использовали два способа защиты. Это перемещение и щит. Можно еще защищаться мечом или саблей. Я хочу нападать, но он как-то хитрее меня, оказывается. Я не успею. Ну дай хоть я один раз тебя встукну. Хорошо, а как запугать врага? Можно, например, начать кричать и на него просто бежать? Есть одно очень романтичное движение, которое можно и врага запугать, и сбить его с толку. Оно называется тюльпан. Выполняя вот такое движение, ты разгоняешь меч и можешь неожиданно нанести удар. А, то есть я как бы... Вот так вот берешь, раскручиваешь его. Либо еще есть движение, которое называется восьмерка, оно слева-справа тебя защищает, и ты выносишь меч на удар. Вот так? Да, да, отлично. Ну-ка, ну давай. У вас неплохо получается, что всего веселее были девицы красные среди богатери? Вы видите, я один раз, а у меня получилось вес отразить. Скажите, ну с какого возраста вы принимаете в свой клуб ребятишек, и могут ли девчонки действительно прийти и попробовать свою силу? Ну почему нет? На практических занятиях у нас уже с четырех лет дети участвуют, им очень нравится. Они в большом разнообразии. Упражнение, которое дает мечевой бой, находит для себя много игр, много веселого. И, в частности, в таком юном возрасте девочки нисколько парням не уступают в владении мечом. Так, ну давай еще раз, я готова. Только подожди, давай еще три, раньше времени. Чтобы вас приободрить, скажу, что президент федерации, тот человек, который действительно является основателем современного мечевого боя, это девушка. Серьезно? Да, ее зовут Мария Давыдова. Вот видите, я могу стать ее последовательством. Давай, раз, два, три, поехали. Он защищает свою ногу, а не получается. Вы очень правильно действуете, то есть действительно, вы смотрите, какая часть тела у противника открывается, носят сюда удар. Но для того, чтобы победить, нужно действовать как в шахматах, действовать комбинациями ударов. А, у меня в парке удары. Ходить конек. Я даже на себя так таварен. Все. Ну, в такой битве попадание еще не считается завершением битвы. По итогу поединка считается количество попаданий в зону поражения. То есть, допустим, если 10 вы набрали очков, то вы можете считать победителем. А, вот, а так, что еще не все потеряно. Я думаю, что у нас победила дружба, да, Федор? Давай, мы с тобой... Нет, рукой надо здороваться. Но, скорее всего, сейчас моя рука провалена. Руку так мечтил. Все, да, у нас сегодня с Федором дружба. Спасибо большое транспортивному клубу «Богатырская застава» Алексею Саенко Федору. Здесь у нас же и мне. Я думаю, что благодаря вам действительно количество сильных, смелых, молодых, ярких юношей в нашем... будет гораздо больше в нашем городе и в крае. Поэтому вам побольше ребят. И, ребята, вам побольше спортивностей в жизни. Передаю слово студии. Ну, все, тебе чипят. Это какая инакония. Что в тебе, богатырь проснулся? Может быть.